Скотт, первый вопрос будет таким. Кремль подтвердил факт вывода российских миротворцев из Карабаха. Это случилось за несколько часов до нашего интервью. Что ты об этом думаешь? Чего, возможно, нам стоило бы опасаться? Может ли это создать своего рода почву в перспективе, чтобы создать для России головную боль по украинскому сценарию? Прежде всего, миротворческие силы могут существовать легитимно, только если стороны, призванные поддерживать мир, хотят, чтобы вы были там. Невозможно сохранить мир, если одна из сторон говорит, мы хотим сохранить мир, а другая говорит, мы не хотим. Тогда миротворцы — это оккупанты. Армения приняла стратегическое решение. Ей не нужны российские миротворцы. Ее стратегическое решение — быть с Западом. Ее стратегическое решение — отойти от России. Для российских миротворцев там не осталось дел. Оккупантами их Россия не сделает. И Россия не заставит их торчать на фронте. С вражеской Арменией Армения стала врагом России. Буквально врагом России. И Россия уходит с ее пути. С пути разрушения Армении. Россия разрушать Армению не хочет. Армения это делает сама. Но надменность Пашиняна, нынешнего премьера, это что-то нереальное. Он отвернулся от единственного друга — России. Но он другом России не был с тех пор, как получил власть. По счетам за это будет платить армянский народ. Азербайджан и Турция будут более чем счастливы уничтожить Армению. Более чем счастливы уничтожить Армению. И если честно, учитывая, как Армения поступала с Россией, для России избавиться от этой проблемы будет только лучше. И Армения купилась на ту же брехню, что Запад насвистывал Украине. Мы с вами, мы ваши друзья, мы поможем вам. Взгляни на Украину. Ну, как все вышло? На грани полного уничтожения. Запад шепчет Армении сейчас те же обещания. Вы вступите в ЕС, правда? С какой экономикой? С какой? Они что, обещают миллиарды долларов экономической помощи, которые сделают Армению состоятельной экономической машиной для полной интеграции в ЕС? Нет. Армения никогда не станет членом ЕС, так же, как и Грузия. Никогда не станет членом ЕС. Грузия, как и Украине, никогда не светила стать членом ЕС. И никакой безопасности НАТО не обеспечит. Стать членом НАТО Украине тоже не светила. Грузия никогда не станет членом НАТО. И Армения никогда не станет членом НАТО. В чем разница между этими нациями? Украина выбрала самоубийство. Конец. Кранты. Все, финиш. А Грузия поступила правильно. Грузия поняла, кто враг на самом деле. Грузия только что приняла акт о регистрации на агентов как закон. Грузия теперь будет знать, кто находится в кармане у ЕС и у Запада. Грузия сказала, санкции на Россию мы не наложим. Грузия понимает реальность и свою геополитическую позицию. В Армении соседу Грузии не хватило таланта понять грузинский урок. Как Грузия выступала против России. Если нападешь на Россию, попытаешься ее ослабить, ты заплатишь. У Грузии сейчас две провинции. Абхазия и Северная Осетия вне ее контроля. Единственная надежда, единственный путь вернуть их, это установить хорошие отношения с Россией. И Грузия на этом пути. Она восстанавливает отношения с Россией, чтобы исправить следствие 2008-го. Когда Саакашвили послал войска в Северную Осетию и ударил по русским миротворцам, они стояли за пределами столицы Северной Осетии. Нельзя быть миротворцем, если одна сторона не хочет мира. 2008-й был уроком для России. Не подвергать опасности людей, когда одна сторона не хочет мира. Тогда ты делаешь миротворцев воинами. Они идут на войну и побеждают. С Арменией Россия воевать не хочет. И своих солдат подвергать опасности Россия не будет, чтобы помешать Армении покончить с собой. Армения сейчас не друг России. Армения отдаляется от России. Армения-то обойдется дорого. Вот что произойдет. Лучший способ для России избежать второго фронта – это не открывать его. Россия не будет уничтожать Армению. Это сделают Азербайджан и Турция. Препятствовать этому Россия не будет. Ибо таков выбор Армении. Армения хочет быть суверенным государством, независимым. От всяких связей с Россией у этого есть цена. Армении никто не поддержит. Никто Армению не поддержит. Даже Россия. Россия могла бы помочь Армении. Но не в этот раз. Так что грустно смотреть, как нация совершает самоубийство. Мы годы наблюдали, как это делает Украина. С Арменией все будет намного быстрее. Ее конец. Но он придет. Очень жаль. Россия была там и долгое время. Слишком долго. Много времени Россия потратила. Предлагая Армении свою помощь, поддержку и защиту. Но, ты знаешь, я очень люблю цитировать фильмы. Взаимность – вот ключ ко всем отношениям. Если мы не нужны, вперед без нас. Счастливо. Вы хотите на дырявом корабле выйти в опасные воды? Пожалуйста. Если мы вам не нужны. Почему мы должны мешать вам? Мешать вам. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и Будра Ньюс и Будра Ньюс и Будра Ньюс и Будра Ньюс.